Зов космической эволюции Зов космической эволюции Фильм увидели зрители крупнейших городов Европы, Латинской Америки, Индии и США Многие люди впервые открыли для себя державу Рерихов, основу которой составляют идеи философской системы под названием «Живая этика» Эта философия рассматривает закономерности космической эволюции человечества и космоса Она также говорит о необходимости сохранения, защиты и развития культуры как основы формирования нового сознания человечества Это новое сознание Николай Рерих выразил в краткой формуле «Мир через культуру» Сама философия Николая Рериха, на мой взгляд, пережила свое время Она опередила, во-первых, свое время Она дожила до настоящего времени и, конечно же, будет востребована следующими поколениями людей «Мир через культуру» Эта инициатива, по сути дела, вошла в плоть и кровь многих международных организаций, прежде всего, организаций обменных наций Однако в августе 2016 года Министерство культуры неожиданно отозвало у Центра Рерихов прокатное удостоверение на фильм «Зов космической эволюции» По мнению Министерства, фильм подлежит запрету, так как в нем присутствуют кадры фашистской свастики Из письма заместителя министра культуры Сергея Обрывалина Следует, что законодательством Российской Федерации запрещена публичная демонстрация нацистской символики в любой форме Мы попросили специалистов прокомментировать такое решение Министерства культуры Безусловно, это опасный, очень неприятный прецедент, связанный с тем, что если следовать прямолинейной, немножко туповатой букве закона Теперешнего, который сам по себе далеко не безупречен, то можно считать пропагандой нацизма Абсолютно любой фильм, снятый в СССР или в любой другой стране, осуждающий нацизм Потому что там, где мы показываем кадры, хроники, либо показываем имитацию нацистской реальности Мы не можем вообще не прибегать к этой символике Разумеется, никаким образом это не может значить и не значить его пропаганда Случай с фильмом, который показывался в музее Рерихов, он в этом смысле совершенно показательный Потому что речь идет о человеке, который, разумеется, противостоял как мог и практике, и идеологии, и философии, если можно сказать, философии фашизма и нацизма И об этом фильм говорит совершенно недвусмысленно И именно для подтверждения максимально выразительного этого тезиса использованы те кадры хроники, которые глупейшим образом вырваны из контекста Для того, чтобы поставить все с ног на голову и попробовать представить авторов фильма пропагандистами нацизма Тогда что, люди вообще историю знать не будут? Что такие были фашисты? Что у них была такая свастика? Что к этой свастике должно быть отношение соответствующее? У меня много документальных фильмов о войне, созданных и во время войны, созданных и после войны знаменитыми документалистами И что же меня могут заставить из этой хроники выразить все, что где свастика? Этого же нельзя делать Мы обратились к создателям фильма из Международного центра Рерихов, чтобы узнать их мнение о происходящем Я принимал участие в создании этого фильма и хорошо знаю его содержание Действительно, там используются документальные кадры из киноэпопеи «Великая Отечественная война» Вообще-то говоря, эти кадры используются разными авторами в разных фильмах И документальных, и художественных И утверждать, что в этом фильме пропагандируется нацистская символика Я считаю, это выходит за рамки всяких аргументаций и какой-либо логики Три года у Министерства культуры никаких вопросов к фильму не возникало Фильм был принят Министерством культуры Было выдано прокатное удостоверение для распространения на всей территории России Фильм с успехом шел в телевизионном эфире Он пользовался большой популярностью у зрителей Потому что он впервые рассказывал о жизни и творчестве семьи Рерихов И поднимал вопросы мировоззрения Рерихов Их философских идей, без которых не было бы тех достижений Которые Рерихи принесли миру По сути, это означает введение цензуры На публичное освещение миротворческих идей Рерихов И их философского наследия Что же произошло? Почему чиновники именно сейчас выдвинули претензии К Международному центру Рерихов? В чем истинные причины действий руководства Министерства культуры Против общественной организации? Мы полагаем, речь идет об имущественных интересах руководства Минкульта К зданиям и фондам общественного центра и его музея Основой которого является крупнейшая в мире коллекция Рериховских картин Она была передана младшим сыном семьи Рерихов, Святославом Для создания общественного музея Свободного от диктата и произвола чиновников Кто бы мог подумать, что фашистская символика Станет буквально инструментом расправы С теми организациями, которые не устраивают Министерство культуры Посоветовать центру Рерихов я могу только одно Быть последовательными, отстаивать свою позицию Объяснять, что обвинения нелепо, беспочвенные Ни на чем не базируются и не соответствуют никаким представлениям Ни о законности, ни о здравом смысле 23 января состоялось предварительное судебное заседание По этому делу и судебное разбирательство по делу Назначено на 22 февраля 2017 года Мы намерены и дальше отстаивать права организации в суде Недавно чиновники Министерства культуры Выдвинули против фильма «Зов космической эволюции» Новое обвинение В пропаганде религиозной идеологии Так они интерпретируют философию живой этики Основу мировоззрения великой семьи Рерихов Но об этом мы расскажем в нашем следующем материале Редактор субтитров А.Семкин